Вот за сегодняшний день прошел митинг, мы встречались с блогерами, мы встречались с военнослужащими. Я отдельно еще встречался с одной телекомпанией из Белоруссии и еще с НТВ. И такой очень насыщенный день. И все без исключения журналисты, ну и белорусские, и наши российские, и блогеры, и вот только что мы встречались с людьми, которые служили верой и правдой нашему отечеству, и все говорят, слушайте, мы вас поддерживаем. Я никак не могу понять, где этот ВЦИОМ или ФОМ находит эти данные. Он говорит, причем сегодня на митинге, вот перед нами прям стояли люди, которые пришли на митинг целенаправленно с флагами, с транспарантами, а сбоку, около метрополиса, стояли просто люди, которые шли мимо и остановились. И вот за Грудинина крики больше даже не оттуда, не из наших рядов, рядов наших единомышленников, а оттуда из населения, которое просто шло мимо и остановилось послушать митинг. То есть, на самом деле, я убежден, что не 7, и даже не 17, не 27, а гораздо больше процентов наших избирателей за нашу программу, за блок национально-политических сил и коммунистической партии Российской Федерации. Другое дело, что нам надо как-то зафиксировать результат. Все находятся в этой, в определенной, как бы это сказать, зашоренности. Причем, я смотрю, старые журналисты, молодые журналисты, блогеры, у всех одна повестка дня. Нет, они, кстати, говорили о том, что мы хотим задать новые вопросы, но все-таки вопросы крутятся вокруг одного и того же. КОНЕЦ 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 к гражданам, которые собирают для своих детей деньги на лечение. Всем понятно, что надо что-то менять. Я им сегодня говорю, что мы с вами одной крови. Но нам нужно всем вместе прийти на выборы и проголосовать за изменения общей экономической и политической ситуации в нашей стране. И после этого нам долго придется работать на восстановлении справедливости, о которой мы все время говорим. Общество сейчас несправедливо. Политика правительства абсолютно несправедлива по отношению к простым людям. Это надо все срочно поменять. Для этого надо прийти на выборы и проголосовать за блок коммунистов и национально-патриотических сил. Это нужно сделать срочно.